Здравствуйте дорогие дамы и господа. Настал момент, когда мы снимаем королевскую битву и в этот раз сразятся две группировки под названием Долг и Свобода. Настал день, когда мы сведем эти две группировки на одной локации. Это легендарная битва, которая зародилась уже давно и которая продолжается по сей день. Многие игроки спорят, кто же сильнее, та или иная группировка. Сегодня мы с вами это и узнаем. Королевская битва это режим, в котором сражаются две группировки на одной локации. Я здесь использую режим арены, чтобы группировки не уходили с определенной локации. Научившись на ошибках, мы повысили силу группировок и таким образом у нас на локации здесь будут не новички, как в прошлых королевских битвах. Для того, чтобы вначале поднять силу группировок, чтобы там спаунились не только новички, я заселил по одной локации Свободу и Долг. Долгую дал Юпитер, там есть семь ресурсных точек. Свободе я дал локацию армейские склады. И в сумме получается, что у Долга здесь семь ресурсных точек и у Свободы тоже семь. А от ресурсных точек напрямую зависит то, какие NPC будут спауниться. И так получается, что со старта у нас будут сильные группировки. Как мы видим, сегодня у нас будет арена под названием Затон. В правой стороне карты на лесничестве будет группировка Свобода. С левой части на лесопилке заспаунился отряд Долга. А прежде чем начать, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий к этому видео. Подписавшись, вы не будете пропускать новое видео. А поставив лайк и написав комментарий, мы немного продвинем это видео вперед. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Обе группировки уже заняли по две базы. Две базы у Долга это возле лесопилки. У Свободы это база лесничества. И давайте сейчас проведем обзор на их отряды. Это не экзоскелетчики, но это явно не новички. Свобода, кстати, участвует впервые в королевской битве. И первый отряд свободовцев уже куда-то движется. Они пошли и захватили западный вход. Теперь эта база полностью под их контролем. Здесь у ребят достаточно мощное снаряжение. Это АК-74 с прицелом. Дальше я вижу, что это ХК. Тоже с прицелом. И они уже опять куда-то бегут. Скорее всего это земснаряд. Или нет? Давайте посмотрим, куда они сейчас направляются. Земснаряд, правильно. Как же я угадал. А это очень верное решение, потому что это ресурсная точка. Они взялись сразу улучшать свою группировку. И двинули на ресурсную точку. Что ж, а сейчас давайте передвинемся на территорию Долга. Посмотрим, какие у них бойцы. И чем они там занимаются. Локация достаточно большая. И им придется преодолеть немалые территории, чтобы встретиться друг с другом. А вот и Долговцы. Видим, что у этого человека Абакан. Довольно интересная моделька. Я ее, кстати, очень редко встречал. Возможно, ее даже и не видел ни разу. Интересный шлем, рюкзак. И тут в строении сидят еще ребята. Типа греются у костра. Но он не горит. Все с вами понятно. А тут на второй базе. Рядом еще одно здание. Опять интересные модели. Блин, я такие, наверное, не видел нигде. Где бы я еще их увидел? Странно, что я их только сейчас замечаю. Там я видел, уже один отряд куда-то топает. Ребята кинулись захватывать территории. Они уже куда-то стремятся. Давайте посмотрим, что именно это за точка. Северная дорога. Это ключевая точка. Она им, в принципе, ничего не дает. Они чисто по приколу ее заняли. А свобода в то время уже захватила много чего. Аномалия рубец. Ресурсная точка тоже. Нифига себе они двинули. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то вообще долг от свободы не так уж и далеко находится. Вот лесопилка. А если пройтись по этой дороге, перейти пепелище, то тут уже есть земснаряд. И дальше находится база свободы, главное. В принципе, все не так уж и далеко находится друг от друга. И, возможно, мы скоро увидим с вами первую стычку. А свобода не стоит на месте. Они уже захватили Скадовск. Нифига себе. А в то время долг просто ничего не делает. Стоит, смотрит на то, как свобода рулит. И захватывает все больше и больше территории. Заспаунился новый отряд, и он куда-то опять двигается. Зато он сгоревший хутор. Это опять ресурсная точка, ты шо? Серьезно? Так быстро? Видим, долг двигается на ВНЗ круг. Это база. Побольше им активных отрядов. Но пока что один. В то время как у свободы намного больше активных отрядов. На станцию переработки кто-то уже двигается. Целых два отряда. Три отряда. Три отряда двигаются на базу станции переработки. Вижу, что долг уже немного активнее себя ведет. Давайте слетаем, посмотрим где они. Вот этот отряд захватил смертный лагерь. Ребята стоят, ждут своего времени. А здесь уже двигается на ВНЗ круг. Еще один отряд долга. Это мужчина Севи. УЗД долга, наверное. Отопали. Еще немного, и они возьмут эту базу под контролем. Главное, чтобы оттуда кровососы не вылезли. Но нет, в этом прохождении я отключил мутантов. И здесь их не будет. Никаких кровососов. Ничего, что представляет из себя мутантов. Нифига себе, что мы видим на карте. Сгоревший хутор вот-вот уже будет захвачен свободой. Станция переработки уже под контролем свободы. Неужели долгую можно уже сдаваться? А что происходит? Долг только что развернулся. Они отказались захватывать ВНЗ круг. Цель ВНЗ круг, но они бегут куда-то вообще в сторону. Это глюк? Или же они целенаправленно двигаются к свободе, выбивать точки? Интересно. А я напомню о том, что свобода совсем рядом. Вон там находится отряд долга. Неужели он сюда двигается? А если посмотреть в сторону сгоревшего хутора, то здесь обитает уже свобода. СВУ. Ну это явно будет битва поэпичнее, чем другие. Вообще все вместе взятые, потому что здесь явно покруче отряды. Опять СВУ вижу. В плане эпика тут должно быть поприкольнее. А вот уже рядом отряд долга. Все же интересно, куда они двигаются. Их цель так и не изменилась. Это ВНЗ круг. Видим еще один отряд долга. У них цель это Шевченко. А Шевченко сейчас пустой. Это очень хороший шанс захватить базу. Блин, свобода все ближе и ближе к долгу. А тут интересная ситуация складывается. Долг отправляет отряд на Шевченко. Но и свобода тоже. Вот этот отряд сейчас двигается на Шевченко. Кто же успеет первый? А пока ребята топают, давайте посмотрим, что происходит на станции переработки. Кто именно заселил эту территорию? Что это за бойцы? Есть ли уже экзоскелеты? Вот они сидят в кучке. Греют свои жопы. Ну, я бы не сказал, что греют прям. Тут бетон. Прохладно. Простойте жопы, ребят. Ну, в общем, станции переработки целиком и полностью под контролем свободы. Только что они захватили еще одну территорию. Восточный проход. Их прям очень много становится. И мне уже реально страшно задолго. Так, а чтобы не упустить битву, мы быстро переместимся на тот отряд, который двигался в сторону сгоревшего хутора. Отряд, который двигался на ВНЗ, он уже доходит до Шевченко. Они все еще двигаются. Они никак никуда не дойдут. ВНЗ круг. Стойте, или это не тот отряд? Там просто еще один, который имеет цель ВНЗ круг. Вот они. Они просто застопорились. Они отказались захватывать базу ВНЗ круг. Просто стоят на месте. Ну, в общем, поймали белку, пацаны. А второй отряд такой же, по визуалу такой же. И он уже дошел до Шевченко. А вот и первая битва, ребята. Здесь уже свобода, они захватили Шевченко. И вот долговцы терпят крушение. Этот чел умер. Ветеран. Репутация плохо. Вот его и наказали. Он успел убить одного свободовца. Здесь их явно немало. Оказывается, не все долговцы погибли. И тут остается еще один чувак. Интересно, он хоть кого-то убьет сейчас? Не туда он смотрит. Он ранен. Борьба в кустах. Долговец вырубает свободовца. Но он явно не туда смотрит. Вон слева толпа. И он за это... И он за это жорга платит. Он умирает. Тут третий чувак. Я думал, что они все полегли быстро. Но тут остается еще один. У него тут явно нет шансов. Если взглянуть на карту. Еще один отряд долговцев отправляется на Вен за круг. Тот забагованный и так и стоит. Еще один на Шевченко двигается. А свобода захватила еще одну ресурсную точку. На этот раз это аномалия цирк. Портовые краны тоже под их контролем. Как-то очень быстро они все сделали. И долг не выкупил вообще ничего. В ответ они высылают отряд на Шевченко. Вот он уже в движении. Ребята идут по болотам. Отряд долговцев разбаговался. И они опять куда-то двигаются. Интересно, куда они на этот раз пойдут. Тут рядом, напомню, сгоревший хутор. Который под контролем свободы. И это ресурсная точка. Кажется, именно туда они и идут. Да. Их цель это сгоревший хутор. За ним идут два отряда. Один на Вен за круг. Который опять куда-то в непонятную сторону движется. И кто-то идет на Шевченко. Я бы мог направить их в нужную сторону. Но я этого не буду делать. Пусть игра сама решит, кто победит. Идет второе сражение на территории сгоревшего хутора. Тут уже есть потеря со стороны долга. Один чел умер. Но и свободовец тоже один. Решился своей жизни. Вот такая вот у него интересная пукалка. По-моему там калибр покрупнее. Долговцы ранят свободовца и убивают его. Тут остается еще один чувак. Затащит он против двоих долговцев или нет? Долговец перезаряжается. Целится. Что-то он очень криво стреляет, если честно. А. Тут еще один свободовец. Да, к сожалению это минус долг. Что первый, что второй, что третий. Померли нафиг. Но зато они убили двоих. Даже троих. Если бы было один на один, то скорее всего долг выиграл бы эту битву. Но пока нет. А пока перемещаемся на Шевченко. Один готов. Эй, пригромь меня. Вижу тут уже лежит небольшая кучка свободовцев. Три, четыре, пять, шесть человек. Шесть мертвых свободовцев. Что ж, это очень продуктивная атака долга. Хоть они лишаются своих отрядов опять. Но они очень выгодно обменялись. И по-моему они ушли в плюс. Вообще, если глянуть на карту, то тут мне кажется слишком уж много свободы стало. И, наверное, многие сделают ставку на свободу именно. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Снаряга неплохая, это явно. Но тут дело не в снаряге. Тут банальная свобода быстрее начала развиваться. Опять отряд долгов застрял где-то на карте. Где-то в болотах. Что ж, ну давайте им поможем. Раз уж они застряли, давайте их направим на пепелище. И, возможно, они кто-то захватят. Главное, чтобы они куда-то дошли все-таки. Так, а я вижу, что опять долговцы двигаются на ВНЗ. Что это, опять баг будет? Там целых два отряда, они доходят до точки вентиляционный комплекс. И чё, они опять глюканутые? Мне кажется, тут что-то в игре явно неладно. Нет, они наконец-то захватывают эту базу, ВНЗ, под контролем долга. И что мы видим? Сейчас идет сражение на территории пепелища. Ну или сгоревшего хутора. Для меня это одно и то же, в принципе. Долг выбивает Свободу, неужели? Чё, серьезно? Да, они заняли сгоревший хутор. Это наконец-то хоть одна, но победа долга. Хоть и маленькая, но все же это победа. Они заняли ресурсную точку. Видим, что Свобода куда-то двигается. У них цель это ВНЗ. Пока долговцы лутаются, я бы посоветовал им взять крутое оружие Свободы. Мне кажется, долг уступает по снаряге. Абакан по-любому слабее, чем вот это. Или же нет? Давайте посмотрим, что здесь за патроны. Я не знаком с этим оружием. Ага, это 5.56. Если я не ошибаюсь, то 5.56 они явно посильнее будут, чем 5.45. Ну, так решила игра. Я равно установил количество точек ресурсов в каждой группировке. И тут уже, что имеем, то имеем. Видим сражение. Отряд Свободы, который двигался на ВНЗ круг. Долг выбивает этот отряд. Или же я ошибаюсь. Нифига себе. Нет. Один Свободовец вырубил двоих долговцев ее. Это все. Человек продолжает свое движение на ВНЗ круг. А тут целых два отряда Свободы, которые двигаются на ВНЗ. Но тут приходит опять долг. Тут приходит долг, а они получают. Получают или не получают? Да, получают. Это минус долг опять. Они получают по заслугам. К сожалению, это минус долг опять. К сожалению, для кого-то к счастью, конечно же. Предлагаю вам написать в комментариях свои прогнозы на результат битвы. Кто же все-таки победит. Интересный костюмчик у Свободовца. Ну, спасибо тебе, покойничек. Ты зацепил. Что, опять кого-то зацепил? Говорит, что кого-то зацепил. Ну да, тут рядом опять долг. Вот они в кустах. Чувак с СВДшкой уже. Ого. У Свободовца уже СВД. Но им это не особо помогает. В этом сражении так получилось, что это минус Свобода. А долг понемножечку двигается. Они уже захватили логово опасной холмы. Правда, непонятно зачем. Вентиляционный комплекс. Двигались бы куда-то более южнее хотя бы. Тут ресурсные точки есть. Свобода захватила цеха подстанции. Я так понимаю, в этом сражении главным полем боя это будет Шевченко, Аскадовск. Это центр локации. А с этой базы уже кто-то опять выходит на захват новых территорий. Это база под названием цеха подстанции. Недавно я здесь был. Играя за охотников. Было очень эпично и очень больно. Меня здесь зажали с ребятами нейтралы. Последнего рубежа. Было очень тяжко. Пришлось вообще отсюда выходить. Бросать эту локацию. Нафиг сдаться. Скорее всего мы не увидим последний рубеж здесь. Хотя кто знает. Мы видим здесь профи. Опять профи. По большей части здесь все профи. Пока Свобода расширяет свои территории. Они идут на железный лес. Опять происходит битва возле Шевченко. Это нападение Долга. Опять они пытаются что-то захватить. Свободовцы не в малых количествах. Пока что это крушение для Долга очередное. А там идет сражение еще на пепелище. Сюда пришли Свободовцы. Они хотят вернуть себе ресурсную точку. Тут уже минус два Свободовца. А вот еще один. Да, это минус отряд Свободы. Я рад видеть, что Долг все-таки что-то умеет. Свобода захватила уже Соснодуб. И там сейчас произойдет очередное сражение. Долг подходит к этой территории. Где Долг? Это Свобода. Стойте, а где Долг? Он один здесь, серьезно? Но почему он здесь один? Да, он правда один. Будет очень здорово, если он сам все выбьет. Я ему медаль вручу реально. Что, захватишь что-то? Серьезно? Ты способен? А пока он уверенно идет на Соснодуб. Он, наверное, не догадывается, что там есть враг. Видим на карте глобальный перевес Свободы. Так, и че? Долговец выбивает одного Свободовца. Но нет. Ну тут было очевидно. Посмотрим, что происходит возле Шевченко. Ребята, опять сцепились. Стойте, они стоят на месте. То есть это тоже какая-то территория, кажется. Они здесь просто стали повтыкать. Красные даже не доходят до Шевченко, как их расстреливают. Тут еще остается, правда, два бойца. Сюда бы парочку отрядов одним ходом. И я думаю, у Долга получилось бы захватить Шевченко. Я вижу минус один Долговец, минус Свободовец. И это остается один Боец Долга против огромной толпы Свободы. Он нашел очень хорошее укрепление, но он его покинул. Молодец. Умный человек. Он спрятался. Блин, какой молодец. Он уже убил двоих чуваков. С такого-то расстояния Сабакана. Но он, кажется, сейчас умрет. Да, это минус отряд Долга. Тут огромнейшая толпа возле Шевченко находится. Какая же у них цель? Цель Затон Шевченко. Его добили. Ну что, это война. Что поделать? Затон в лагере на Шевченко. Это их цель. То есть вот эти все чуваки будут охранять Шевченко. Как вы думаете, каковы шансы Долга? Да, зона тебе пухом. Там опять возле Соснодуба что-то происходит. Кто здесь? Это Зулус. А вот тот самый чувак, который был на Припяти, который издевался над военными. Но он умер. Его больше нет. И его друга тоже. Рип. Какое же эпичное сражение. Надо было уже раньше это сделать. Сделать эту битву одной из первых. Кстати, что я вам скажу. Мета-минус ресурсная точка свободы. Правда, это все до одного места, потому что долг сюда больше не идет. Это точка ничейная. А тут рядом уже Свобода. Они сейчас захватят Соснодуб. Это явно. Так, а что по поводу главного направления. Этот отряд движется на ВНЗ Круг. Я думаю, у них большие шансы на захват этой базы. А смотрите, это даже с двух направлений движется сейчас Свобода. И у них цель это ВНЗ Круг. Это целых три отряда. Видим, Железный лес тоже захвачен Свободой. Стоянка возле Железного леса тоже. Абсолютно все они уже отхавали. Остается совсем ничего. Ну, а здесь полным ходом уже происходит битва. Это Страж ВНЗ Круга. Он убил уже двоих Свободовцев. Молодец. И я доволен. Согласитесь, было бы обидно, если бы долг сейчас очень быстро слил, ничего не противопоставив. Для меня не главное, кто победит. Главное, как победит. Главное, количество эпика и интересных событий. Я не выкупаю, где остальные долговцы. Тут один чел или что? А, я вижу один уже труп. Боец умер. Это потеря для долга. Что, хотите сказать, что это последний боец здесь? Нет, там еще кто-то есть. Там Свобода Пиперища активно выбивает. Туда отправлено около трех отрядов. Здесь кто-то еще есть, но они похожи в вентиляции где-то. Смотрите, ну там по-любому кто-то есть. Это еще три отряда. Он вышел наружу. Этот боец уже готов умирать. Думал, его убьют, но нет. Наоборот, он успел перезарядиться и убить кого-то. Молодец. Тут к нему подходит друг. И они очень активно обороняют точку. Опять труп. И опять труп. Что ж, погорячился я насчет долговцев, конечно. Они быстро рассыпались. Свобода уже заходит сюда, в ВНЗ Круг. Мне кажется, вот-вот эта база станет их. Да, это их территория, ребят. ВНЗ Круг уже захвачен свободой. А что происходит на Пиперище? Кажется, и эта территория тоже уже под контролем Свобода. Здесь уже не видать долго. Их просто нет. Я уже вижу два отряда зеленых, движущихся на административное здание и лесопилку. Это главное перестанище долга. Это огромная проблема для долга. И кажется, это конец, который все ближе и ближе. Показывает, что это два отряда. Это четверо чуваков всего лишь. Смотрите, это минус два чувака, три чувака с отряда. Здесь встречает Свободу Дог. Это засада. Кто-то умер. Это просто вход в пещеру, захваченный долгом. Это уже... Это уже все. Долг теряет бойцов. Хоть они и остановили атаку на главную базу, но придут новые скоро. Вижу долговцев сейчас, которые направляются на Скадовск. И второй отряд движется на Соснодуб. Здесь недалеко опять сражение. Покажите мне их. Че, не успел? Да, я не успел. Тут оказывается долг только что был. Так получилось, что отряд долга убил всех Свободовцев. И последний боец вот-вот скончается. Вот этому чуваку явно медаль вручить надо. Сейчас главный замес происходит на Вензе Круг. Там прям очень много Свободовцев. Они понемногу вылавливают последних долговцев. Чувак тут топчется. Смотрит в землю. К нему уже подъехали. Тебя конец! Лови лимончик! Ты серьезно, Карл? Ты бросил гранату? Хоть он и убил противника, но он из себя тоже ликвидировал. Это самоликвидация. Это нормально. Тут в общем 6 отрядов Свободы против двух отрядов долга. Я думаю, все понятно, что к чему. Тот чувак, который лежит в траве, недобитый. Вот только что Свобода его добила. Теперь битва на мосту. Там остался один Свободовец, который нападает на лесопилку. И к нему выехал отряд долга. Че, накажут? Серьезно, Карл? Вы ничего не сделали? Только не говорите, что вот этот чувак, его друг и еще один друг это целых три чувака, которые просрали одному Свободовцу. Не, я конечно понимаю, что 5,56 очень мощные патроны. Вот он еще возьмет себе СВД. Так, сейчас поглядим. Ну, теперь-то это будет вообще очко для долга. Так, ну теперь Вензе Круг полностью под контором Свободы. Там не осталось никого. Вся карта в зеленом. Просто в одни ворота. Но осталось еще одно главное сражение. Если Свобода думала, что легко захватит лесопилку, то они ошибались. Чтобы захватить эту территорию, им надо отправить минимум отряда 4 одновременно на захват. Так, а какой-то экшен происходит возле пепелища. Вау, какой красивый костюм. Блин, как мне нравится этот костюм, брох. Тут идет Свободовец. А если присмотреться в болото, кто это? На болоте тоже сплошной песец. Здесь тоже идет Свобода. И смотрите, какие у них уже бойцы. Это явно мастера, походу. Они уже идут со всех сторон. Только недавно здесь бродил чувак из долга. Нашел себе СВД. Все было весьма позитивно. Они, кажется, окружают уже лесопилку. И они все ближе и ближе. Да, смотрите, это неудачная попытка долга была. Они не захватили пепелища. Тут подошли огромные силы. И теперь это целых 5, 6, 7, 8 атакующих отрядов Свободы. А вот и, кажется, главная битва. С разных сторон подходит Свобода. И долг здесь готов их встречать. У Долга здесь огромное преимущество, потому что они находятся на высоте. И они обороняются. Хотя, смотрите, за счет того, что Свобода сейчас ранг уже повыше, они уже много чуваков выбили. А что со стороны моста? Да, это СГИ. Это классное оружие. Довольно неплохое, скажем так. Кажется, долг отбил эту атаку. Скоро будет следующее. Сами посмотрим, кто сильнее. Этот чувак, походу, сидит со снайперкой. За счет таких чуваков Свобода и выигрывает. Да, помянем. Какая красивая вода. Эта локация довольно неплохо работает. Стоят высокие настройки. Я повысил качество освещения, и все очень четко. Любо глянуть, так сказать. Сплошной эпик пошел. Здесь, похоже, Свобода сделала брешь в обороне долго. Тут опять движется огромное количество отрядов Свободы. И они идут совершенно со всех сторон. Ну, разве что не со стороны угла. Северо-запада карты, потому что там просто угол. Получается, что долг загнанный в угол. А как известно, раненый зверь еще свирепий. Так что смотрим. Наблюдаем за происходящим. Чувак стоит с СВД-хой. Он кого-то убил, кажется. Да, это жестко. Это просто избиение. Тут много снайперов. Вот только что долговец умер от снайпера. Это еще один минус долговец. Он ранен. Со стороны круга опять идут отряды Свободы. И они тупо давят количеством. Справа идет Свобода. Слева тоже идет Свобода. А долгов все меньше и меньше. Если глянуть на карту, это получается 6 отрядов долга против 12 Свободы. Смотрите, сколько их здесь. Здесь они почти пришли на лесопилку. Они сейчас будут закидывать гранатами долг. Ой. Кто-то криво бросил крайне. А вот еще одна попытка. Она очень хорошо зашла. Это именно долг. Тут, кажется, остается совсем мало человек. Это чуть ли не последний боец. Кто-то еще есть, конечно. А вот еще партнер один. Ранили. Хоть бери и помогаем. Это опять труп. И тут я надеваю броню долго. Беру грозу и разношу Свободу. А что, давайте. Нет, конечно, это Роффу. Не в этот раз. Вообще, было бы интересно поучаствовать в войне. Блин, создать свою группировку и воевать за нее. Королевская битва. О, смотрите. Это опять толпа. Как же их много. Откуда вы все вылезли, блин? Че так много? Они, короче, все двигаются уже на лесопилку. Тут даже чел из Фоллаута есть. Да ну нафиг. Не, ну не с Фоллаута. Там, конечно, пожестче. Это еще не Фоллаут. Они штурмуют этот мост. Какая же у них классная броня. Мне аж захотелось за Свободу поиграть. Долговцы все еще спавнятся. Смотрите, это еще один отряд. Кто же все-таки кого? Наверное, глупый уже вопрос. Да. Максимально глупый. Административное здание уже под контролем Свободы. Просто гляньте на это количество. Как много Свободы стало. Чувак бросает гранату. Ангранат крайне тяжело спасаться. Долг опять терпит крушение. Блин. Все, ребят. Тут остается всего лишь один чувак. И все, лесопилка потеряна. Лесопилка уже под контролем Свободы. Это был последний. Конечно же, мы не берем во внимание другие территории. Такие как укрытие за валунами. Логово. Опасные холмы. Тоже логово. И ключевая точка. Северная дорога. Они уже не спавнят ни одного отряда. Ну, естественно. Пазы и лагеря. Это те территории, которые спавнят новые отряды. А таковых уже у Долга нет. Вот такая вот получилась у нас битва, ребята. Крайне жесткая. Суровая. По отношению к Долгу. Спавнятся уже здесь новые отряды Свободы. Очень классные костюмы у них. Мне очень нравится снаряга Свободы. И, наверное, ключевым моментом стало то, что у них классная броня. Классное оружие. Если бы у Свободы было снаряжение немного легче. И настолько жесткое. То у Долга могло получиться многое. Но не тут-то было. В начале игры Свобода очень сильно развелась. Бывали случаи, когда одна группировка слишком сильно доминировала. Но потом камбекала очень мощно. Но здесь такого не получилось. Из-за того, что у Долга просто снаряжение хреновое. А вон опять кто-то двигается. Не экзоскереты, конечно. Но весьма-весьма прекрасная броня. Мощная. Зачем они туда топают? Это уже перебор, кажется. Вот мы и выяснили, кто же сильнее. Свобода или Долг. Этот вопрос мучил многих. И очень долгое время. Возможно, позже мы проведем еще одну битву. С теми же группировками. И дадим шанс Долгу на исправление. Попробуем поставить силу Долгу немного выше, чтобы у них было снаряжение плюс-минус одинаковое со свободой. И тогда посмотрим, кто сильнее. Ну а так, эта битва совершенно не претендует на самую адекватную, самую правильную, самую объективную. Пока что в данных условиях победила свобода. Ну а вы, ребята, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые королевские битвы. Новая королевская битва совсем скоро. Также на канале есть разные рубрики. Всем буду рад. Всем спасибо, что досмотрели до этого момента. Всем удачной охоты, сталкеры. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok